Перед началом совещания заместитель главы муниципального образования Юлия Галякова поздравила сильную половину человечества с наступающим праздником – Днём Защитника Отечества. Желаю нашим мужчинам оставаться такими же сильными, мудрыми, уверенными и победимыми защитниками своих семей, своих идей и своих стремлений. После поздравительной речи руководители организации приступили к своим докладам. Так, по итогам прошедшей недели в отделение скорой медицинской помощи поступило 220 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 137 человек. Карантинные мероприятия завершаются 19 февраля. Поступают в круглосуточный, в том числе, стационар дети и взрослые, в том числе, с осложнениями. Мест достаточно, медикаментов достаточно, поэтому ситуация контролированная. Инженерная инфраструктура города работает в стабильном режиме. А ближайшие городские мероприятия анонсировала председатель комитета по культуре. Для всех жителей гостей города мы приглашаем 21 февраля на церемонию возложения цветов и венков, посвященную Дню защитника Отечества в рамках мероприятия «Года памяти и славы» на Кургане славы с 10 до 12 часов. 21 и 22 февраля в Десногорске стартует открытый 40-й туристический марафон, посвященный памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. Задать все интересующие вопросы по мероприятию можно по номеру телефона 33993.